Грибники, привет! В этом видео я хочу познакомить вас с необычным и удивительным грибом под названием веселка обыкновенная. Этот ролик является ответом к видеозагадке, опубликованной 30 июля 2016 года на нашем канале. В той загадке на трухлявом пеньке находится именно это яйцо веселки обыкновенной. Такое место обитания я встретил впервые. Веселка обыкновенная, это необычный и очень удивительный гриб. Его скорость роста самая большая в природе и составляет около 5 мм в минуту, что больше скорости бамбука самого быстрорастущего растения в мире. Веселка довольно распространенный гриб, растет она в лиственных и смешанных лесах. В литературе пишется, что она образует микоризу с дубом, буком, некоторыми кустарниками. Но лично я находил ее в сосново-дубовом лесу, конкретно под орешником и дикой черешней. Несмотря на то, что гриб распространенный, найти его довольно сложно. Она зачастую запах зрелых грибов разносится на десятки метров, а найти его в радиусе распространения этого запаха очень сложно. Кстати, на канале вы можете также найти видео, как я по запаху искал веселку. Плодоносит она с мая по октябрь. Плодовое тело веселки обыкновенной проходит две стадии развития. Стадию яйца и стадию шляпочного гриба. В стадии яйца веселка похожа на дождевики, с которыми она входит в одну морфологическую группу грибов, так называемые гастерамицеты. Это грибы с замкнутыми плодовыми телами, которые при созревании раскрываются различными способами или остаются закрытыми. Если яйцо веселки вырвать и посмотреть на основание, то вы увидите характерный для нее мицелиальный тяж. Ну такой себе корешок. И вокруг основания этого тяжа оболочка гриба собрана как бы в мешочек. Один из подписчиков сообщества ВКонтакте сравнил эту часть гриба с хинкали. Ну и действительно очень похоже. Все это вы сможете увидеть дальше в этом же видео. А если яйцо еще и разрезать, то спутать веселку с чем-то уже не удастся. Внутри находится зародыш шляпочного гриба, ножка, черно-зеленая шляпка и они окружены желейной оболочкой. Запах яйца землисторедичный. В этой стадии веселка съедобна в сыром виде. По вкусу она напоминает что-то среднее между капустой и редькой. Также ее можно жарить. Я не пробовал, но пишут, что вкус жареных грибов посредственный. Стадия яйца длится очень долго, до 4 недель. Вот конкретно этот выводок веселки я снимал на протяжении где-то недели. И то яйцо, которое сидело на пеньке, мне к сожалению так и не удалось заснять выстрелившим, хотя хотелось. Вот на нем уже видны такие прогалины появились. То есть была готовность к выстреливанию. Но, к сожалению, кто-то нашел этот гриб и сорвал. После стадии яйца веселка выстреливает. Ну, точнее, само яйцо выстреливает. И очень быстро вырастает зрелый гриб. На шляпке которого появляется зловонная споровая слизь. Запах которой привлекает множество мух. Поедая слизь, мухи служат разносчиками спор. И после того, как вся слизь съедена, становится хорошо видна ячейстая структура шляпки и ее светлый желтоватый цвет. Ну, это вы уже видели вот на более ранних кадрах. В этом состоянии гриб существует всего несколько дней. Отдельного внимания заслуживают лечебные свойства веселки обыкновенной. Их очень много, но самое основное это ее противоопухолевая активность. В настоящее время веселка очень широко применяется в фунготерапии. Для использования в лекарственных целях чаще всего заготавливают веселку в стадии яйца. Для внутреннего применения готовят либо спиртовую настойку на яйцах, либо просто режут их на части и высушивают. И дальше применяют в виде порошка. Стоит отметить, что сушка плодовых тел веселки должна проходить при температуре не выше 40 градусов Цельсия. Так как при более высоких температурах биологически активные вещества веселки будут разлагаться. Ну и соответственно никакого эффекта лечебного она уже не окажет. Выстрелившие грибы собирают только исключительно с целью приготовления средств для наружного применения. Это различные мази, которые используют при кожных болезнях и заболеваниях суставов. На этом все. Вот такой получился довольно большой обзор про этот гриб. Ну и сам гриб тоже необычный, заслуживает более длительного внимания. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал, если вы все еще это не сделали. До новых встреч! Ожидайте следующих интересных грибных обзоров и новостей из леса.